9 тысяч километров из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург. Российский частный пилот Андрей Иванов готовится совершить перелет по знаменитой ленд-лизовской трассе «Алсип» на легком самолете «Цесна-150». Подробности предстоящего перелета в нашем материале. Частного пилота Андрея Иванова знают как неутомимого энтузиаста летания и увлеченного авиареставратора. Летать он начал в 12 лет в юношеской планерной школе в Тушине, а несколько лет назад восстановил долетного состояния самолет «Цесна-150». Но этого неугомонному авиатору показалось мало, и он возглавил группу энтузиастов, восстанавливающих старый Ил-14 на Тушинском аэродроме. Казалось бы, дело так не в проворот, но помог случай, и возникла идея большого перелета. В этом году отмечается 70-летие открытия трассы «Алсип» в годы Великой Отечественной войны, в которой поставлялась техника по ленд-лизу. И решили эту знаменательную дату отметить перелетом по этой трассе, познакомиться с ветеранами, посетить музеи и эту трассу увидеть живьем. А также ее открыть для любителей авиации, для малой авиации, для авиации общего назначения, чтобы связать Дальний Восток и центральную часть России самолетами ООН. «Алсип» — это сокращенное название воздушной трассы «Красноярск-Оэлькаль», по которой в годы войны перегоняли из Аляски в европейскую часть СССР американские самолеты, поставлявшиеся по ленд-лизу. Трасса была построена в рекордно короткие сроки, и за время ее существования, с октября 1942 по октябрь 1945 года, из США в Советский Союз перелетели почти 8 тысяч боевых и транспортных самолетов. «Все пилоты на трассе — опытные боевые летчики. Фронтовая привычка работать в любых условиях понадобилась и здесь. Много мужества и большое мастерство нужны для преодоления этого опасного пути. И того, и другого у наших пилотов много. Достаточно сказать, что на трассе много летчиков, которые перегнали для фронта свыше 200 самолетов каждые». К сожалению, после войны стало не принято вспоминать об американской помощи. Труд и жертвы строителей и летчиков «Алсиба» были забыты. Перелет по исторической трассе даст повод восстановить справедливость. «Я думаю, нужно вселить людям надежду, что эти аэродромы нужны, что то, что они сейчас не действующие, они еще пригодятся и будут нужны людям. Если не нужна большая авиация, этот аэродром отпала надобность, то для частной авиации эти аэродромы бесценны». Единственное, чем маршрут перелета отличается от «Алсиба», это точка старта. По расчетам, чистое летное время составит 70 часов. Это примерно две недели. Но в перелете длиной 9 тысяч километров возможны задержки по погоде, поэтому путь от Камчатки до Санкт-Петербурга рассчитан на месяц. Старт перелета запланирован во второй половине июля, завершение 1 августа. Перелет небольшого самолета «Цесна» над Россией – это способ увидеть возможности и будущее малой авиации в нашей стране и подтвердить ее право на полноценное использование воздушного пространства. Экипаж «Пилот ТВ» приглашает частных лиц и коммерческой организации стать спонсорами перелета. Такое важное и полезное для страны дело нужно поддержать. Контактную информацию вы найдете на нашем сайте.